Хе-хей! Всем привет! Это Пионер Диджей Новосибирск и ежемесячный видеокаст ВИХАУС. С вами его ведущий Костя Бенджамин. Сегодня у нас в гостях замечательный диджи-окей, не менее замечательный музыкант уже, можно так сказать, Шон Гарниер. Саша, привет! Привет, Костя! А, Саша, давай познакомимся, расскажем о себе немножко, то есть зрителям, кто ты такой, что ты можешь и так далее. Ну, давай начнем с того, что играть профессионально как диджей я начал в 2007 году. Это был клуб Бэйс, ты знаешь, ты тоже там начинал практически. Вот. Дай пять. Да, Максим Рэд мне очень тогда помог, он принял меня, и мы начали вместе работать, это были став-пати, лучшие став-пати в городе. Понимаете? Вот. И после этого все пошло-поехало, мне дали дорогу, дали зеленый свет, как бы, и моя карьера завертелась. После этого меня пригласили работать в Rock City резидентом. Прошло несколько лет, я приобрел необходимый опыт, вот. И как бы настало время думать о том, что надо продолжать как бы карьеру, что-то думать дальше о том, чтобы... В общем, задумался о жизни, о своей дальнейшей деятельности. Крутить вертушки, как бы, и играть коммерческую музыку, в принципе, в наши дни может каждый, аппаратура всем. Обезьяна. Да, обезьяна. Хорошо, окей. Саня, расскажи тогда, пожалуйста, с чего ты начинал, с каких направлений, что слушал, что играл, как ты это все разграничивал, какие артисты на тебя повлияли, ну, на тот момент, когда ты начинал, и на сегодняшний момент, какие артисты на тебя влияют, и почему. Ну, так изменилось все у тебя. Если изменилось. Да, конечно, изменилось. Все меняется, все течет, как бы, не должна стоять на месте, должна быть динамика постоянная. И где-то, наверное, в конце 90-х, в начале 2000-х, я слушал что-то между трансом и, наверное, каким-то... РНБ. Не, не, не РНБ. Я слушал что-то ближе, наверное, к Pumping House, такое, знаешь, быстрое, 140-150, да. Как ласкают наши ушки. Да, конечно. Вот. Это был андеграунд, но и коммерция тоже была. Мне нравился на тот момент киевский, да, вот. Я, как бы, я слушал его сеты, смотрел его концерты, на то время DVD-диски покупал. Я смотрел, как он сводит, я смотрел манеру выступлений, его движения, я все это запоминал, впитывал и учился. Я слушал, я... А ты умеешь делать тиеста? Спасибо, спасибо, не буду сегодня этого делать. А зря, я думаю, зрителям понравится. Вот. В общем, далее я попал на такую вечеринку при Патти Казанти в пятом году. И стоя на танцполе, я обещал себе, что я окажусь по скорому деков и я начну играть. Что произошло, в принципе, через примерно полтора года. Вот, я начал играть и я... А что ты... Ты рассказал, как бы, нам, что ты слушал. Теперь расскажи, да, что ты начал играть и... И как у тебя за карьерой твоего диджейства именно, как диджея, музыкальные стили как-то менялись? И если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Я всегда любил шум, громкую музыку. На данный момент это EDM, да. И тогда мне тоже нравился транс, нравится все мелодичное. И нравились ремиксы от Сименса и Кристофера. Ты знаешь по-другому, как они звучали в 2007-2008 году. Очень круто. Да, Фиделия Грант, Маурица Губеллини, все это я играл. Старался выбирать тот материал, который, как бы, не ходил по рукам остальных диджеев. Я старался отслушивать то, что играют другие, выбирал тщательно, заказывал диски, DVD и все это фильтровал. Брал треки из каких-то радиошоу или из сетов других диджеев. Потому что тогда было очень модно, чтобы играть эксклюзивные треки, которые еще пока ни у кого нет. И ты где-то выхватываешь его и начинаешь играть. И к тебе подходят другие коллеги. И спрашивают, ого, запиши, запиши мне там Фидели Грант, допустим, трек Летний Синкебау, на который я сделал Мэшап тогда еще. И его поддержали многие. И все пошло-поехало. В общем, тогда на мой стиль, на коммерческий, в принципе, наверное, никто не влиял. Мне приходилось самому все постигать. Потому что для меня это было ново. Потому что до этого я только странно сталкивался. Я пришел в хаос-музык, оно мне очень понравилось. И я затратил практически 6 лет на то, чтобы изучить истоки хаос-музыки. И чтобы знать тех, кто за ней стоит. Оказывается, это негры. Йоу. Нигеры. Йоу. Хорошо, Саша. В общем, такой к тебе вопрос. Как ты относишься к отечественным музыкантам коммерческой сцены? То есть отечественным продюсерам? Отношусь положительно. Есть хорошие очень персонажи. Например, Hard Rock, Sapphire, Swanky Tunes, RT. Есть Matisse Tko. Они вышли прямо на хороший уровень. Они сейчас выпускаются на Saisere, кажется, Степанжело. Вы послушайте просто, как он это говорит. Сразу видно, что человек очень отлично владеет языком по-английски. Нормально. Да ладно, Саша. Не скрывай это. Да, этот человек отлично в совершенстве знает английский. Даже, наверное, лучше, чем русский. Нормально. Собственно, да, есть музыканты стоящие. И, например, два дня назад я откопал вот такого музыканта, как Духер. Духер, да, я его реально откопал. Я услышал его в видеозаписи Cascade с Ultra Music Festival этого года. И там он играл его мешап, да, ремикс на Афроджека и Атапелла Кискейт была. Я озадачился, что это за человек нашел. Он оказался с Нижнего Новгорода. То есть человек живет тоже где-то в глубинке страны. Но он работает со многими известными продюсерами и лейблами из-за границы. Вот, и, собственно, я к этому тоже сейчас стремлюсь и всегда над этим работал. И я работаю исключительно только с иностранными лейблами и продюсерами. Вот. Отлично, очень похвально. Очень такая достаточно интересная история. Ну, раз зашла речь о лейблах и артистах, то, может быть, поведуешь нам, с какими лейблами ты сотрудничаешь и с какими артистами, соответственно, ты тоже поддерживаешь связь, контакты. Ой, это долгая история, можно часами рассказывать. Ну, хорошо, я перебью. Давай-то начнем с самого начала, то есть как ты решил стать музыкантом? То есть ты пообещал себе по ту сторону оказаться, ты рассказал про диджейнг. А именно про музыку ты начал писать и как ты вот начал общаться с этими людьми, с европейскими? Ой, в общем, все было так, что я рискнул на свой страх и риск. Я купил всю аппаратуру, нужно для того, чтобы писать музыку. Это студии, аудиторы, это звуковая карта, это там, ну, меди-клавиатура, Macbook, Logic. В общем, все, железо и программное обеспечение. Я настроился четко писать трек и сдать его на лейбле, на иностранном лейбле. И однажды я просто сел и на 10 дней закрылся в комнате и написал этот трек. Послал его в Майами на Шива Рекордс, американский лейбл. Мне его подписали через полчаса. Вот, и все, я получил свой первый контракт. Мне прислали скан, я подписал его, отослал, и все, и с этого все завертелось. Мне дали дорогу, мне дали зеленый свет. И потом я еще два или три, по-моему, трек выпустил на этот лейблинг. Далее пошел Safari Music. Это австралийский лейбл. Им заведует Mobbing Master на весь мир известный. Он сделал ремейт на Show Me Love, который 6-7 лет назад все играли у нас по стране и в мире. И по сей день я с Safari сотрудничаю, я стал их официальным артистом. И как бы теперь я за ними закреплен. Вот. Далее это Suka Records, Франция. Не мотивись. Таково название, французы и шутники. Luxury Tracks, это тоже французский лейбл. 120 GB Records, это лейбл принадлежащий ребятам, которые резиденты на радио. Радио Sunshine Live в Германии. Лучшее радио в Германии, номинированное на Грэмми в прошлом году. Вот. Там издавался. Издавался причем с моим коллегой Inners, который сейчас подписан на лейбл Armada. Хармон Бомбурен. Вот. Не так давно я подписал еще два трека. Это два ремикса. Один ремикс на Ридми с вокалом Terry B. Тоже очень известные ребята. Лейбл Puka Records в Лондон, Англия. Еще один ремикс на немецкого парня, Ангела Мели. И он будет издан на лейбле Ibiza World. У лейбл принадлежащий Крису Монтане. Его все знают тоже, как и все для нас музыканты. Ну и собственно очень много еще наработок. Посмотрим, что будет дальше. Я гляжу оптимистично будущее. У меня сейчас хорошие планы в плане продакции. Ну это очень похвально, очень здорово, очень супер. Просто и вау. Не знаю даже, как еще вы просто свои эмоции выразить. Ну хорошо, Саша, давай последние пару вопросов тебе задам. Вот ты мне рассказал сейчас, естественно, зрителям нашим, про то, как ты начал сотрудничать с европейскими лейблами. И мне хотелось спросить, как называется твой первый трек, вот тот самый звездный, я так сказал. Первый трек называется Red Face. Это значит «Краснолицый». Назвал я его, потому что там были такие сэмплы, какие-то, знаешь, аборигены кричат, там такое стадо аборигенов. Вот, и мы назвали, я его назвал Red Face. Было издано мой оригинал, плюс, по-моему, шесть ремиксов. Это были ремиксы из Италии, Германии, Англии, Колумбии. Главное – Колумбии. В общем, Саша, хорошо, ты просто мне сейчас вот так вот все, столько информации, такой поток, то есть я прям насытился, перенасытился даже информацией. Последний вопрос. С профессиональной точки зрения, mashup или ремикс? Ремикс. Окей. Я даже не буду спрашивать, почему, потому что, друзья, у нас, наверное, не хватит эфирного времени даже. Ну что ж, сегодня мы послушаем коммерческий сет с немножко европейским уклоном от Шона Гарния. С американским, да? Прости, Саша. Собственно, let's go, play. Не буду тебя прерывать. Погнали. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...